МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другой вековой юбилей в колоритной атмосфере отметил Буйнакский район. Дружный Кавказ. Молодежный форум межконфессионального клуба стартовал в Дагестане. Зарядка с чемпионами продолжается. В Махачкале прошла масштабная акция спорту управления администрацией. Семь человек погибли, в том числе и ребенок. Еще 37 пострадали в результате ДТП в Дагестане, сообщает ГИБДД региона. Эта статистика только за одну неделю, с 6 по 12 ноября. Среди тех, кто получил травмы различной степени тяжести, также четверо детей. Всего же на территории нашей республики за указанный период произошло 33 автоаварии. И к другим темам. В Пятигорске завершился окружной финал пятого конкурса лидера России, флагманского проекта «Россия – страна возможностей». Его победителями стали 9 управленцев из 4 регионов СКФО, в их числе 2 представителя Республики Дагестан. Все они смогут принять участие в суперфинале в феврале 2024 года. Отметим, что на протяжении двух дней финала участники прошли через различные испытания и мастер-классы, чтобы продемонстрировать свои лидерские качества. Этот конкурс, начавшийся в 2017 году по поручению президента России, уже привлек более миллиона заявок из 150 стран мира за время своего существования. Из 88 участников окружного финала в Северокавказском федеральном округе победителями стали 9. Это представители 4 регионов СКФО. Это Ставропольский край, Республики Дагестан и Ингушетия, а также Чеченская республика. Впереди их ждет суперфинал, который состоится в феврале 2024 года. 300 суперфиналистов получат гранты в миллион рублей на образование и также возможность поработать с наставниками, лучшими управленцами страны, как в области госуправления, так и бизнеса. Ну а победителей ждет год карьерных консультаций. Это что-то космическое. Это непередаваемо, когда ты идешь к своей мечте, и ты ее добиваешься. Третий раз становлюсь финалистом конкурса. В этот раз понравилось нововведение. Региональный этап, что позволил заняться одной из проблем региона и услышать обратную связь от главы региона. И также понравилось то, что уроки лидерства, которые были проведены с детьми, это было настолько эмоционально, настолько интересно, что дети почувствовали нас, мы почувствовали их. Это была такая энергетика, и дети, вот обратная связь от детей, и мы видели, что это все прошло с большой пользой для них. Они прямо отвечали теми смыслами, которые мы закладывали в этот урок. Ощущение восторга. Честно, я не ожидал победить. Для меня это такая новость была, когда меня объявили. Почему-то я не рассчитывал, что уже буду объявлен. Я участвовал первый раз. Для меня это просто вообще переполняет эмоции, чувства. Поэтому, наверное, я сейчас ощущаю счастье, о котором мы как раз говорили в конце. Поэтому, наверное, вот оно сейчас есть. Гостиничный и ресторанный бизнес становятся все популярнее в Дагестане. Желающих попробовать себя в этой отрасли в качестве предпринимателя все больше и больше. Так, в Дербенде прошла бесплатная конференция, где опытные владельцы бизнеса делились секретами успешной работы с клиентами и методами, способствующими возвращению постоянных посетителей. Выслушала спикеров и моя коллега Тамара Самедова. Ей слово. Как привлечь клиентов, подобрать персонал и улучшить сервис? Эти не только вопросы обсуждали лекторы с участниками конференции. Специалисты делились своим опытом, ошибками и удачными кейсами. На данном мероприятии мы хотим обсудить глобальные проблемы, которые навислены над предпринимателями гостиничного и ресторанного бизнеса. Такие как отсутствие понятия базового сервиса у официантов, голодовка, нехватка кадров, в том числе официантов, администраторов, управляющих, поваров в том числе. Нехватка продуктов, некоторых, которые в Ербенду по факту не довозятся или же из-за малого спроса предприниматель боится покупать те или иные продукты. С этой целью мы хотим собрать большую часть рестораторов, чтобы донести о том, что мы можем им в этом помочь. Участие в мероприятии принимали не только состоявшиеся предприниматели, но и начинающие. Важное внимание спикеры уделяют и теоретическим аспектам. Они рассказывают о бесплатных услугах от государства, на которые может рассчитывать любой бизнесмен. В первую очередь мы оказываем услуги регистрации бизнеса, также мы оказываем услуги маркетингового продвижения, составления бизнес-планов, создания сайта и так далее. То есть всячески пытаемся помочь предпринимателям продвигать свой бизнес и развивать свой бизнес. Нам была необходима разработка бизнес-плана для нашего проекта, и мы обратились в центр «Мой бизнес» за разработкой его. Достаточно в кратчайшие сроки наша заявка была отработана, был подготовлен бизнес-план, мы его изучили и продолжаем работу над проектом. Участники конференции смогли обменяться опытом, познакомиться и получить рекомендации от экспертов по всем аспектам. Обучение организовано центром «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Подобные семинары для предпринимателей, самозанятых из различных сфер и услуг проходят регулярно. Тамара Самедова, Мурат Бегварзов, Новости ННТ, Дербент. Свой вековой юбилей отметил Буйнакский район. В честь знаменательной даты для местных жителей и гостей подготовили яркую программу. У администрации муниципального образования развернулись подворья всех сельских поселений, на которых были представлены кухонная утварь, музыкальные инструменты, национальные одежды и блюда. В программу мероприятия также вошли масштабный автопробег, товарищеский футбольный матч ветеранов команды Тимирханшура и Дербент, а также возложение цветов к памятнику революционного деятеля Дагестана – Улубия Буйнакского. Своими выступлениями зрителей порадовали народный мужской хор «Озденлер» и народно-хореографический ансамбль Тимирханшура. Сегодня большой праздник. Сегодня наш район отмечает свой вековой юбилей. Это знаменательное событие не только для жителей нашего района, но и для всей республики. Я желаю нашему району процветания, чтобы он оставался всегда на лидирующих позициях, чтобы человеческий потенциал, наша порядочность, наша искренность, наша доброта, наше дружелюбие, наше понимание друг друга оставались на таком же высоком уровне, чтобы всегда наша республика и наша страна могла на нас опираться, как на надежного друга, как на надежного товарища, брата. А оно так и есть. Мы никогда нашу республику не подводили, и я надеюсь, что мы ее никогда и не подведем. В завершении праздника участники запустили в небо светящиеся фонарики. В Дагестане стартовал молодежный форум межконфессионального клуба «Дружный Кавказ». В республику приехали представители муфтиятов из КФО. Первая встреча религиозных деятелей состоялась в медколледже имени Башларова. Эксперты затронули тему последних событий в Дагестане и Палестине. Подробнее в сюжете Хамзунар Магомедова. События в Палестине не оставили равнодушными никого. Особенно острое притеснение мусульман в секторе газа восприняли дагестанцы. В этот непростой и тяжелый период важно действовать и принимать решения, в первую очередь руководствуясь здравым смыслом. Об этом и многом другом шла беседа со студентами медколледжа имени Башларова в рамках молодежного форума. Мы все, конечно же, искренне сопереживаем всем пострадавшим, которые пострадали в этом конфликте, в Палестино-Израильском конфликте. Кадры погибших детей, разрушенных зданий, до тысячи людей, которые вынуждены были покинуть свои дома, они никого, ни одного человека не могут оставить равнодушным. Конечно же, этому нет оправдания. Но в то же время, вот те события, которые произошли в аэропорту, вот разгром собственного аэропорта, стычки с полицией, там угрозы в адрес ни в чем не повинных людей, преследование граждан по национальному признаку, вот этими действиями, вот этими поступками невозможно остановить то кровопролитие, которое сейчас в Палестине происходит. И таким действиям нет оправдания, и такие действия, конечно же, недопустимы. На форуме по межконфессиональному, межкультурному диалогу приняли участие религиозные деятели из разных регионов России. Богословы рассказали студентам о важности следования своей религии, улучшения благого нрава, в том числе добрососедских отношений. Выступающие также затронули тему последних событий, произошедших в аэропорту Махачкала. Чаяниями народа, используя в чаяниях народа то, что происходит в Палестине, некоторые индивидуумы, даже людьми их назвать нельзя, они пытались раскачать именно вот эту историю, в каком плане, в плане того, что я знаю, что здесь очень много национальностей, очень много таких верующих, соблюдающих мусульман, которые переживают за палестинский народ, переживают за то, что там происходит, и используя это, они выпулись, сделали и раскачали вот именно эту молодежь. Узная история пророка Мухаммаду Саусалам, вокруг него были сахабы, и вокруг него были и лицемеры, то есть все это было и до его времена, когда сам пророк для всего человечества жил и своим личным примером показывал ислам, находились такие люди. Поэтому неудивительно, что будут до судного дня такие люди находиться, которые будут пытаться раскачивать эту ситуацию. Третьи лица, они заинтересованы, та же Украина, она заинтересована в дестабилизации в любом регионе России, она хочет, чтобы ситуация всегда выходила из-под контроля, чтобы не было спокойно в регионах России. Все будет нормально, главное держаться все вместе, уважать старших, прислушиваться к старшим, прислушиваться к официальным имамам, прислушиваться к официально проверенной информации, а когда брос непроверенной информации по соцсетям, и человек из-за социальных сетей бежит куда-то, это неправильно, вас используют. А зачем давать себя использовать? Ты же нормальный человек, живи нормально, достойно, веди себя достойно, как вел пророк Мухаммад Мустава, как вели сподвижники пророка Мухаммада. Мероприятие собрало полный зал студентов. Они внимательно слушали и имели возможность задать любой интересующий вопрос. Такого рода мероприятия, они нужны, чтобы объяснять для студентов, будет это для молодежи, что правильно, что неправильно, потому что мы можем идти на поводу своих эмоций. Как говорил один знающий, бывает состояние, и бывает как бы постоянство, макам. Некоторые люди, они идут за состоянием, например, увидели ролик, взблодоражились, побежали, делают что-то там, Аллаху Акпар, и они не знают, как бы у них имама тоже нету, просто делают то, что на эмоциях. А бывает человек, который уже выработал, он знает, он за разумом следует, за своим имамом следует и знает, как разумно, как больше пользы принесет он. Таким образом или таким. И бывают такие люди. А нам нужны люди, которые вот так приходят, и тем людям, которые следуют за своим состоянием, которые объясняют, что так неправильно, нужно так сделать. Это, маршаллах, конечно, такие мероприятия нам нужны. Уже завтра религиозные деятели России примут участие в «Круглом столе», который состоится в Доме дружбы Махачкалы. Эксперты обсудят ряд вопросов. Среди них – профилактика экстремизма и недопущение конфликтов на национальной и религиозной почве. Организатором мероприятия выступает Муфтия Дагестана при содействии Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. И о спорте. Тяжелоатлет из Дагестана Ислам Абакаров выиграл медаль на первенстве России. Соревнования среди юниоров проходят в Майкопе. Хазавюртовец стал обладателем серебряной медали. Ученик тренера Мансура Эльмурзаева показал второй результат в толчке. Выступая в весе до 55 килограмм, атлет поднял штангу весом 105 килограмм. Зарядка с чемпионами продолжается. Масштабная акция спорту управления администрации Махачкалы прошла на территории колледжа при Дагуз университете народного хозяйства. На утреннюю тренировку вышли более 300 студентов. Давайте договоримся. В 40 дней мы слово себе даем, договор такой, самим собой. 40 дней мы рано встаем, можно с Азаном вместе встать, намаз совершить и выйти в парк или на море. Если вы придете на море, мы с вами увидимся там. И легкая, не обязательно на грудь, легкая зарядка перед занятиями. Далее, после активной зарядки для студентов были проведены различные состязания. Баскетбол, перетягивание каната и масс-рестлинг. Победители соревнований были награждены грамотами и медалями. Атмосфера позитивная, ребята заряженные. После зарядки разделились на команды и проходят по различным видам спорта соревнования. Я считаю очень важным проводить чаще такие мероприятия, потому что это лучшая профилактика от всех негативных проявлений в молодежной среде. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин